МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Когда открываю я утром глаза, становлюсь на колени Божьей, я молитву возношу к небесам, за родных и за близких тоже. Я понимаю, что грех нас пленил, и нет силы бороться, Боже, но ты верою нас укрепи, мы отпор греху дать все сможем. Моя молитва к тебе, мой Боже, моя молитва, Боже, к тебе, о, помоги путем идти правды, верой служить лишь только тебе. Все в мире сложно и все тяжело, суета поглощает жизни, нам так трудно бороться с грехом, зло преследует наши мысли. Ты огради нас любовью своей, дай понять, как любить всех ближних, погибающий мир ты спаси, приведи за собой к отчизне. Моя молитва к тебе, мой Боже, моя молитва, Боже, к тебе, о, помоги путем идти правды, верой служить лишь только тебе. Моя молитва к тебе, мой Боже, моя молитва, Боже, к тебе, о, помоги путем идти правды, верой служить лишь только тебе. Моя молитва к тебе, мой Боже, Моя молитва, Боже, к Тебе О, помоги путем идти правды Верой служить лишь только Тебе Моя молитва к Тебе, мой Боже Моя молитва, Боже, к Тебе О, помоги путем идти правды Верой служить лишь только Тебе Однажды к священнослужителю подошла женщина и спросила, есть ли у вас молитвы от порчи, сглаза, бессонницы? Затем она назвала длинный список нужд и проблем. Она считала, что по поводу каждой проблемы есть особая, кем-то составленная молитва. На что священнослужитель в ответ поинтересовался. А вы знаете, что такое молитва? Если вы считаете, что молитва — это всего лишь обычай или обязанность, которую вам нужно ежедневно выполнять, то дела ваши плохи. Дорогой слушатель, а вы знаете, что такое настоящая молитва и как нужно молиться? Один человек заметил. Современные люди очень редко молятся. Те же, кто хотят молиться, не решаются, поскольку не знают, с какими словами нужно обратиться к Всевышнему. Другие, кто все-таки решился, не до конца осознают, что делают. И так мало остается истинных молитвенников. Как же правильно молиться? Однажды с такой просьбой к Иисусу Христу обратились его ученики. Записал это евангелист Лука в 11 главе с 1 по 4 стихи. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в свое искушение, но избав нас от лукавого». Почему ученики Иисуса пришли к Нему с такой просьбой? Неужели они не молились раньше? Думаю, что молились. Но они видели, что молитва Иисуса была необыкновенной и имела особую силу. Поэтому они и просили Его научить их молиться. И Господь дал им пример того, как следует молиться. Молитву «Отче наш» сегодня знают почти все, и очень многие произносят ее ежедневно. Но, к сожалению, далеко не каждый относится к ней со всей серьезностью. А как на это смотрит Бог? Ответить на этот вопрос нам поможет постановка, которая так и называется «Отче наш». «Отче наш» сущий на небесах. Да-да. Не перебивайте меня, я же молюсь. Но ты ведь звала меня. Звала тебя? Я не звала. Я молюсь. «Отче наш» сущий на небесах. Ну вот, снова. Что снова? Ты позвала меня. Ты сказала «Отче наш» сущий на небесах. Вот я. Чего ты хочешь? Ну я ничего этим не имела в виду. Я всего лишь молилась на этот день. Я всегда молюсь «Отче наш». Мне это нравится. Испытываешь как будто чувство исполненного долга. Хорошо, продолжай. Досветится имя твое. Постой. Что это значит? Это значит... Это значит... Ну надо же, я не знаю, что это значит. Да и откуда мне знать? Просто часть молитвы. А кстати, что это значит? Это значит «Почтенное святое отношение к моему имени». Вон что. Понятно. Я раньше никогда не думала над этими словами. Досветится имя твое. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Ты в самом деле этого хочешь? Ну да, а почему бы и нет? А что ты для этого делаешь? Делаю? Наверное, ничего. Я просто считаю, что было бы неплохо, если бы ты руководил здесь на земле всеми делами, так же, как ты руководишь там на небе. А тобою я руковожу? Ну, я хожу в церковь. Да, но это не то, о чем я тебя спросил. Как быть с твоей привычкой говорить людям ложь? Здесь у тебя действительно проблема. Не надо меня упрекать. Я ничуть не хуже, чем некоторые другие прихожане церкви. Извини. Я думал, что ты молишься о том, чтобы исполнилась моя воля. Если это действительно произойдет, то только с теми, кто об этом молится, как, например, ты. Да, конечно, у меня есть в самом деле недостатки. Я не очень много думала об этом до сих пор, но я действительно хочу избавиться от них. Хорошо, это уже кое-что. Мы будем трудиться вместе. Ты и я. Господи, мне нужно уже заканчивать. Сегодня молитва получается намного длиннее обычного. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Кстати, о хлебе. Я каждый день даю тебе хлеб насущный, а вот о духовном ты забываешь. Что ты имеешь в виду? Скажи. Когда ты в последний раз вдумчиво читала мое слово? А иногда ты и вовсе отдаешь предпочтение телевизору? Я... я... Я не хочу тебя огорчать, Господи. Хорошо, продолжай. Меня интересует следующая часть твоей молитвы. Итак? Я боюсь. Чего же ты боишься? Я знаю, что ты скажешь. Молитва – это опасная вещь. После молитвы ты можешь измениться. Это как раз то, в чем я пытаюсь тебе помочь. Ты звала меня, и вот я здесь. Поздно останавливаться. Продолжай. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А как насчет Сергея? Я так и знала. Я знала, что ты его вспомнишь. Но ведь, Господи, он обманул меня, выманил деньги и теперь не отдает. Я должна рассчитаться с ним. А как быть с твоей молитвой? Этого я в ней не подразумевала. Хорошо. По крайней мере, ты сказала правду. Но ведь это так неприятно, носить в себе этот груз огорчения и обиды, не так ли? Да, но мне станет легче только после того, как я рассчитаюсь с Сергеем. Легче тебе от этого не станет. Месть неприятная штука. Подумай, как нехорошо тебе уже сейчас. Но я могу это изменить. Можешь? Прямо сейчас? Прости Сергею, я прощу тебе. Может быть, ты потеряешь деньги, но зато получишь мир в сердце. Да, ты права. Мне лучше быть в мире с тобой, чем мстить Сергею. Да, хорошо. Хорошо, я прощаю его. Вот так, отлично. Как ты себя чувствуешь? Неплохо, совсем неплохо. Знаешь, сегодня я лягу спать со спокойной душой впервые за долгие годы. Но ведь ты еще не закончила молитву. Продолжай. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Хорошо, я сделаю это. Но ты не ставь себя в такие обстоятельства, где можешь быть искушаемым. Что ты имеешь в виду? Измени свой круг друзей. Некоторые из них начинают на тебя влиять. Они скоро втянут тебя в плохие дела. Не обманывайся. Они делают вид, что просто развлекаются, но для тебя это может стать концом. И не пользуйся мною, как палочкой-выручалочкой. Я этого не понимаю. Ты понимаешь? Ты делала это много раз. Попадаешь в трудную ситуацию, у тебя возникают проблемы, как тогда на дискотеке. Помнишь? А потом ты прибегаешь ко мне. Господи, помоги. Я обещаю, что больше так никогда не сделаю. Я сожалею об этом, Господи. До сих пор я думала, что главное это молиться каждый день у Чинаш, а потом делать, что тебе нравится. Это хорошо. Теперь закончи свою молитву. Ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Знаешь, что действительно приносит мне славу? Нет, но я хотела бы знать. Теперь я хочу угодить тебе. Я вижу, что за путаница получилась в моей жизни. Теперь я хочу быть похожей на тебя, чтобы люди видели во мне твою святость. Ты только что сама ответила на этот вопрос. Я ответила? Да. Меня прославляет то, когда люди действительно раскаиваются в своих грехах, любят меня и живут по моему слову. И я вижу, что это происходит между мной и тобой теперь. Невозможно рассказать все, что мы можем сделать теперь с тобой вдвоем. Молитвы речи нет подобной, Душа в ней с Богом говорит. С молитвой в сердце так свободно, И от нее грех прочь бежит. Молитва с небом соединяет, Молитва силу подает, Среди страданий укрепляет, Дух утверждает средний взвод. Молитва есть души дыханье, Молитва свет средьмы ночной, Молитва сердца упоманье, Несет покой в душе больной. Несет покой в душе больной, Несет покой в душе больной. Такой молитве Бог внимает, Сердечной, искренной, простой. Ее он слышит, принимает, И льет с небес свой мир святой. Мой друг, дыши огнем молитвы, Иисусу сердце открывай, И устоишь в суровой битве, Всегда молись, не забывай. Молитва есть души дыханье, Молитва свет средьмы ночной, Молитва сердца упоманье, Несет покой в душе больной. Молитва есть души дыханье, Молитва свет средьмы ночной, Молитва сердца упоманье, Несет покой в душе больной. Несет покой в душе больной. Итак, что же такое молитва и как нужно молиться? Молитва – это не высказывание, не доклад, а осмысленный, откровенный разговор с Богом, как с любимым и уважаемым человеком, другом. Если вы хотите говорить с Господом, как с другом, сначала убедитесь, что он действительно ваш друг. Стили содержания наших бесед с кем-либо полностью зависят от того, как мы к ним относимся. Несомненно, с дружелюбным соседом вы будете разговаривать иначе, чем с хулиганом, который испортил дверь вашего дома. Так и наша молитва зависит от того, как мы относимся к Богу. Если вы видите в нем любящего Создателя, знающего все ваши слабости и понимающего проблемы, готового в любую минуту помочь вам, тогда ваши молитвы, словословия и прошения станут дыханием вашей души. Правильное представление о Господе рождает доверие, которое возрастает с каждым днем и является основанием дружбы с Ним. Пытались ли вы установить дружеские отношения с кем-либо, не вступив с Ним в разговор? Без общения это просто невозможно. Если вы хотите полюбить Иисуса, говорите с Ним, а Он будет отвечать вам. В этом как раз и заключается сущность молитвы. Александр Мень об этом пишет так. «Часто ко мне подходят люди и спрашивают, как же я могу молиться, если не знаю молитв?» Это, друзья мои, ошибка. Это ошибка потому, что когда вы обращаетесь к другу, к любимому человеку, вам не надо читать по записке или искать чужие слова. И мы не даром иронизируем по поводу общественных деятелей, которые все по записке читают. Когда человек обращается к другому человеку, он, естественно, говорит должен то, что у него на сердце. Так и молитва – это не заклинание, это не какие-то языческие формулы, которые должны вызывать духа. Молитва – это беседа человека с Богом, встреча таинственная, оживляющая, дающая смысл и полноту жизни, дающая такую радость, которая ни с чем не сравнима, встреча души со своим возлюбленным, единственным спасителем. И для этого у человека должны быть свои слова. Солдат, которого никто не учил молиться, выйдя живым из страшной битвы, сказал. В разгар сражения человеку не нужно подсказки, как обратиться к Богу. Придите к Иисусу такими, как вы есть. Если благодарность наполняет ваше сердце, скажите ему об этом. Вас мучают грехи? Признайтесь ему. «Господи, мои грехи тревожат меня». Если вы хотите, чтобы Бог простил вас, попросите Его об этом. Вы устали от забот? У вас недостаточно мудрости, чтобы принять правильное решение? Вы переживаете о родных, близких, родственниках? Расскажите об этом в молитве своему Небесному Отцу, и Он услышит вас и ответит на ваши просьбы. Когда вы молитесь, помните, что Господь прислушивается к нашим сердцам, а не к нашим устам. Важны не слова нами произносимые, а чувства, которые мы при этом испытываем в глубине своей души. В первой книге Царств в 16 главе 7 стихом Бог говорит, «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Когда трудно бывает порой, И сжимает мне сердце тревога, Лишь молитва приносит покой, И становится легче дорога. Я в молитве своей вознесу Посвященные Богу строки, В них прощения вновь попрошу Не губили, чтоб душу пороки. Сохрани мою вечную душу Для чертогов небесных твоих, Чтоб завета твоих не нарушил И имел утешение в них. Сохрани мою вечную душу Для чертогов небесных твоих, Чтоб завета твоих не нарушил И имел утешение в них. Как ребенка за руку веди, Поддержи, как-то трудно бывает, Пусть душа на житейском пути Славить Бога не забывает. Всем обязаны только Ему, Что имеем, живем и дышим, И кто искренне верит Христу, Пенье ангелов в небе услышит. Сохрани мою вечную душу Для чертогов небесных твоих, Чтоб завета твоих не нарушил И имел утешение в них. Сохрани мою вечную душу Для чертогов небесных твоих, Чтоб завета твоих не нарушил И имел утешение в них. Однако есть люди, которые не хотят молиться, потому что Бог их не слышит. При каких же условиях молитва будет услышана? Прежде всего, осознайте свою нужду в Боге. Самодовольные сердца редко испытывают нужду в Боге, Но Он посылает Своё благословение на тех, кто сознаёт потребность в Его силе и молит Его об этом. В Евангелии от Матфея в 5 главе Господь говорит, «Счастливы те, кто жаждет праведности, а не насытятся ею». Второе. Откажитесь от греха. Пророк Исаия в 59 главе 2 стихом говорит, «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Никогда наша молитва не будет услышана, Если мы преднамеренно нарушаем закон Божий И оказываемся лёгкой добычей врага. «Но молитва праведника имеет большую силу», пишет Иаков в 5 главе 16 стихом. Третье. Просите по воле Божьей. Об этом пишет Иоанн в 1 послании 5 глава 14 стих. «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Но как узнать, в чём заключается воля Господа? Это возможно через чтение и изучение Слова Божьего. И четвёртое. Молитесь с верой. «Мы должны иметь глубокую веру в того, к кому обращаемся». Священное Писание наставляет нас. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт». Послание к евреям, 11 глава 6 стих. «Вера — это непременное условие того, чтобы молитва была услышана. Если вера ваша слаба, скажите Господу, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Часто люди жалуются на отсутствие времени для молитвы. Однако Мартин Лютер говорил, «У меня сегодня много дел, поэтому я должен много молиться». Обратите внимание, чем больше работы, тем больше времени он проводил в молитве. Сатана старается хитростью добиться того, чего не может получить силой. Он знает наши слабости и именно на них направляет свои удары. Когда Сатана видит, что вы хотите разговаривать с Богом, он начинает нашёптывать, что у вас нет для этого времени, пытаясь отвлечь вас от молитвы будничными делами. Не допускайте, чтобы он достиг этого. Молитвой мы должны отводить Богу первое место в своей жизни. Итак, что сегодня для вас самое важное? Работа, еда, учёба, отдых? Молитва важнее, чем всё это вместе взятое. Представьте человека, который по утрам долго спит, а затем быстро умывается, одевается и, выбегая из дома, торопливо бросает жене «До свидания». После напряжённого рабочего дня он задерживается на работе и ужасно уставший приходит домой. В полудрёме говорит жене «До завтра моё сокровище» и в постель. Такая жизнь непременно закончится семейной драмой. Общение с супругом крайне важно в семейной жизни, так и в жизни с Богом. Если мы не будем постоянно общаться с нашим Небесным Отцом, наши отношения придут в упадок. Однако, если утром мы помолимся Богу, то соединимся с Ним на целый день, как бы много работы у нас не было. В этом примером для нас служит сам Иисус. Всем делам и заботам Он предпочитал живое общение с Небесным Отцом. «Ранним утром его часто можно было найти в уединении и молитве. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился», пишет евангелист Марк в 1 главе 35 стихом. «Постоянная молитва имеет огромную силу в нашей жизни. Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Нет молитвы – нет силы». Один человек Божий как-то сказал, «Молитва – величайшая сила на земле. Она двигает руку того, кто правит миром». Да, молитва – возможность, не имеющая себе равных. Молитва приводит нас, нашу жизнь, наше сердце в соприкосновение с Божественной силой. Молитва изречивает нас от сомнений, отчаяния и греха. Через молитву мы можем изменить все – людей, вещи, проблемы и обстоятельства. Молитва имеет бесконечную силу. Именно поэтому сатана пытается сделать все, чтобы не дать нам молиться. Хотите вы опереться на эту спасительную силу? Тогда прямо сейчас обратитесь к Нему в искренней молитве. Молитесь вместе со мной. «Мой Небесный Отец, я осознаю свою нужду в Тебе. Прошу, прости мои грехи. И помоги мне иметь постоянное общение с Тобой. Научи меня молиться и помоги стать достойным Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Дорогие друзья, непрестанно молитесь. Верьте в силу молитвы и испытывайте ее силу в своей жизни. Служение подходит к концу. И Старая песня. И Старая песня звучит. К алтарю молиться кто-то спешит Кто-то найдет милость, прощение грехом И уставший в битве мир найдет от всех тревог Приходит время, Богу все отдать Вот для чего есть алтарь Вот для чего есть алтарь Вдруг не уходи, свое время здесь оставь Здесь есть свет среди мрака Здесь любовь чиста Иисус ожидает, ожидает здесь тебя Приди скорей, пока открыта дверь Вот для чего есть алтарь Здесь молятся сын и отец И мать славит Бога Пришли наконец Мужчина седой Весь в слезах Отдает себя Творцу Я весь в твоих руках Вот для чего есть алтарь Вот для чего есть алтарь Вдруг не уходи, свое время здесь оставь Здесь есть свет среди мрака Здесь любовь чиста Иисус ожидает, ожидает здесь тебя Вдруг не уходи Вдруг не уходи, свое время здесь оставь Здесь есть свет Здесь есть свет среди мрака Здесь любовь чиста Иисус ожидает Иисус ожидает, ожидает здесь тебя Иисус ожидает, ожидает здесь тебя Приди скорей, пока открыта дверь Сердце Господу доверь Своей сердце Господу доверь Вот для чего есть алтарь О-о-о-о Радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617, пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Каррер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!